Всем привет! Вторая часть про мой второй станок. Наконец-то пришел на лазер целый. Заказал первый раз. Пришел нерабочий, что-то драйвер грелся. В итоге я там начал включить подстречный резистор и вообще его дополил. Ну что, маленько попереписывался с китайцами. Они согласились, чтобы я им прислал обратно. Сказали, что не надо так больше делать, крутить. Типа мы все вам целое присылали. В общем, выставили мне целый лазер. Сейчас выжигаю, тестирую. Жет вообще как надо. 3 ватта. Станок приобрел окончательный вид. Закрепил на раме электронику. Кабель-канал сделал. В общем, остался блок питания. Блок питания покупал я вот такой вот. 50 ватт, 12 вольт. От него все работает, но как-то нестабильно. То есть, начинает станок выжигать. Потом через минуту-две останавливается просто и начинает сжечь в одну точку и выскакивает ошибка связи со станком. И заземлял я, и заземление убирал. То есть, не помогает. Подключая от обычного моего лабораторного, вот как сейчас он работает, все работает без проблем. Никаких ошибок, ничего не вылетает. Получается, вот блок питания тоже не каждый подходят. Видимо какие-то они помехи помехуют. Придется обратно сдавать в магазин. Попал я в чипе и дипе. Считаю рублей за 900. Попробую попозже такой вот блок питания подцепить. 12 вольт, тоже 50 ватт. От кого-то монитора он у меня идет. Жигаю программой мастер-гравер. Лазером ГРБЛ выжигал. Тоже неплохо жгет. Такая вот, в общем, штука получилась. Вот закончил выжигать. Жигал 14 минут. Очень сильно даже. До угля прожег. Побыстрее бы скорость поставить. Но в этой программе как бы максимальная скорость 2000 миллиметров в минуту. Так что можно его обмануть. Там поставить два раза больше шагов. Тогда нам будет два раза больше жечь. Ну надо там учитывать еще нюансы. Кое-какие настройки менять. Об этом Александр Шинрок рассказывал. Сейчас попробуем лазером ГРБЛ что-нибудь похожее выжить. Сейчас ту же самую картинку выжигая лазером ГРБЛ. Не точками, а линиями. Вообще написал, что за две минуты выжгет. Чувствуете разницу. Ну и скорость тут уже 3000 по 100 миллиметров. Прошло две минуты. Результат вот такой вот получился. По краям, где он останавливается, жгет ярче, чем посередине. Попробовать точками выжить, то же самое. Так, ну вот точками получше получается. По времени то же самое. Скорость чуть-чуть уменьше сделать, но она вообще будет отличная. Ладно, кому понравился мой станочек, ставьте пальцы вверх. Кстати, решил продать свой первый станок, где поле 40 на 60 сантиметров. Кто заинтересовался, пишите. Договариваться будем о цене. Всем пока. Так, так. Ну что-то я рановато попрощался с вами. В общем, теперь станок приобрел вообще окончательный вид. Больше с ним, наверное, делать ничего не буду. Подцепил вот этот вот блок питания. С ним все отлично работает. Ничего не сбоит. Так что вот эти вот китайские блоки питания модульные не все подходят. Так что имейте это в виду. Дальше что я? Подцепил еще, воткнул сюда вентилятор. Как бы здесь на лазере есть вентилятор, он дует туда вовнутрь. Я думал, этого хватит, чтобы разгонять дым, но как-то он слабовато с этим справлялся. Подцепил еще один такой вот вентилятор. Благо здесь вот в драйвере лазерном есть выход на два вентилятора. Вот один как раз идет на этот вентилятор. А один выход я сделал на этот вентилятор. Барашек воткнул для регулировки. То есть ослабил лазер, сфокусировал, затянул. Дальше, ну тут проводов куча у меня. Вот так вот я подцепил этот драйвер. Так, что еще я здесь добавил? Поставил там он, видите, релюшку сделал. Такая же штука, как вот на моем первом станке. То есть защита от того, что станок, если с ума сойдет и куда-то поедет, влево-вправо, то доехав до конца, он просто вырубится. Вот видите, пришли мне с Китая вот такие концевички. Нацепил на X, на Y, и получается вот сюда он доезжает, упирается, питание снимается со станка. Сейчас попробую вам продемонстрировать. Так, поедем сейчас, получается трава. Вот все, доехал до конца. Уперся к концевичку, питание у него вырубилось. Вот отодвинул, концевик разомкнулся, питание подалось. Так же в эту сторону. Ну и так же вперед-назад. То есть все работает безотказно. Ладно, сейчас попробуем чего-нибудь гравернуть. Попробуем тигра вот такого вот гравернуть. Выставил 6 линий на миллиметр. По горизонтали направление сделал. Размытие Jarvis, сглаживание 1 бит. Так, далее. Скорость 2000 миллиметров. Минуту поставил. Ну, размеры сделаем. Не знаю. Пускай будет 70. Практически на 70. Создано. Так, что он показывает? 11 минут примерно нам будет ожидать. Фанера у меня вообще не подготовлена. Просто нашел где-то, валялась грязная. Все под ней топтались. То есть она не полированная, не шлифованная. Обычная такая рабочая фанера. Посмотрим, что получится. Одеваем защитные очки. И нажимаем пуск. Поехали выжигать. Так, ну вот прошло 14 минут. Выжигать закончили. Вот такой тигр у нас получился. Темновато маленько. Но, опять же, это потому, что фанера не подготовлена. На шлифованной фанере все будет гораздо лучше. Светлее и красивее. Кстати, вот пробовал, как только получил лазер на алюминий выжигать. Вот эта вот, ну алюмишка идет. Алюминий только так жгет. Ладно. Всем спасибо за внимание. Ставьте пальцы вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok